Уважаемые коллеги, сегодня мы подведем итоги председательства Армении и заслушаем приоритеты предстоящего председательства Беларуси в ОДКБ. Наше председательство длилось почти 14 месяцев. Этот период совпал с серьезными потрясениями как в глобальном, так и региональном плане. К сожалению, во всем мире, в нашем регионе, в частности, не только не наблюдается спад риска возникновения конфликтов, но и фиксируется продолжающийся рост напряженности с очевидными тенденциями накопления еще больших и комплексных проблем. Как вам известно, с 13 по 14 сентября текущего года Республика Армения столкнулась с неоправданной и не спровоцированной азербайджанской агрессией, которая привела не только к оккупации определенных суверенных территорий Армении, но и к потерям среди военных, а также гражданского населения, с значительным разрушением гражданских инфраструктур. Очередная азербайджанская агрессия и, в частности, тот факт, что до сих пор нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на упомянутую агрессию, поднимает фундаментальные вопросы, которые чрезвычайно важны и для ОДКБ, и для восприятия организации в армянском обществе. Для нас принципиальную важность имеет подтверждение зоны ответственности ОДКБ в Республике Армения. Само существование такой формулировки может показаться странным, но изучая контекст наших последних обсуждений, мы пришли к выводу, что это имеет крайне важное значение. Наша позиция состоит в следующем. Согласно Алматинской декларации от 21 декабря 1991 года, страны-основатели СНГ, как независимое государство, признали территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ. Это означает, что вышеупомянутые страны стали независимыми с административными границами, существовавшими между республиками во время Советского Союза. То есть бывшие административные границы стали государственными, и этими границами определились территории вышеупомянутых стран. Именно в этих границах Республика Армения стала членом ООН и ОДКБ. Начиная с 11 мая 2021 года, Азербайджан трижды применил вооруженные силы и оккупировал примерно 140 квадратных километров суверенной территории Республики Армения. Это случилось 11 мая и 14 ноября 2021 года и 13 сентября 2022 года. Так вот, согласно резолюции ООН от 14 декабря 1974 года под номером 3314, вышеуказанные действия Азербайджана растениваются как агрессия. Что мы ожидаем от ОДКБ по этому поводу, это констатация данного факта в форме четко сформулированной политической оценки. Воздержаться от такой оценки, говоря, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, значит утверждать, что зоны ответственности ООН не существует, а если нет зоны ответственности, то нет самой организации. Можно, по крайней мере, так интерпретировать. Эти нюансы важны еще и потому, что играют определяющую роль в дальнейших коллективных действиях. В этом контексте хочу отреагировать на комментарии, согласно которым Армения пытается втянуть ОДКБ в войну с Азербайджаном. Это чистой воды манипуляция, потому что Армения не может быть заинтересована в войне, хотя бы потому, что достаточно настрадалась от войн, в том числе в сентябре этого года. Политическая оценка вышеупомянутых событий необходима прежде всего с моральной точки зрения, так как это должно быть логическим проявлением союзнических отношений. Конечно, это важно и с точки зрения восстановления территориальной целостности нашей страны, но это стремление само по себе не означает военное вмешательство. Согласно статье 3 Устава ОДКБ, для защиты на коллективной основе территориальной целостности государств-членов приоритет отдается политическим средствам. Поэтому и Армения предлагает решением СКБ ОДКБ ускорить проведение необходимой политико-дипломатической работы с азербайджанской стороной, направленной на незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенных территорий Республики Армения на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года. Такая позиция важна не только для восстановления территориальной целостности Республики Армения, но и для сдерживания Азербайджана от дальнейших агрессивных действий против нашей страны. О том, что сохраняется риск новой агрессии со стороны Азербайджана против территориальной целостности Армении, докладывал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Васильевич Зась на внеочередном заседании СКБ 28 октября текущего года. В этих условиях отсутствие четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от соизнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только буквы, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ. Поэтому, исходя из этого, уважаемые коллеги, на данный момент я считаю, что приставленные к подписанию проекта Декларации Совета о коллективной безопасности, Организации договора о коллективной безопасности и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения недостаточно доработаны. В данном виде со всем уважением я не готов подписать эти документы. Уважаемые главы государств, в последнее время появилось довольно много комментариев по поводу истории Нагорно-Карабахской проблематики. Но я не хочу обращаться к жанру исторического экскурса не потому, что мне нечего сказать по этому поводу, а потому, что сегодня анализ текущей ситуации более важен. После того, как усилиями президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 9 ноября 2020 года было принято трехстороннее заявление руководителей Армении, Азербайджана и России, последовало много документов, заявлений, комментариев о необходимости соблюдать все пункты трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года. Это очевидно означает, что не все пункты трехстороннего заявления соблюдаются, но так и не говорится, кто и какая именно сторона не соблюдает эти пункты и договоренности. Сегодня я попробую суммировать этот вопрос, потому что я должен констатировать, что никогда не было повода об этом пакетно, как говорится, поговорить. В первом пункте трехстороннего заявления говорится, объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта с 0.00 часов в 0.00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская республика и Республика Армении далее именуемые сторонами останавливаются на занимаемых ими позициях. В третьем пункте того же заявления говорится, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Конец цитаты. Этими пунктами четко определяется, что есть, существует Нагорный Карабах. Есть линия соприкосновения в Нагорном Карабахе, есть Лачинский коридор. Вдоль линии соприкосновения, вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент, образуя тем самым зону ответственности миротворцев. И стороны остаются на занимаемых ими позициях, кроме Кельбажарского, Агдамского и Лачинского районов, согласно пунктам 2 и 6. Нарушение этих пунктов Азербайджан заявляет, что Нагорного Карабаха не существует, вопреки документу, который подписал в том числе и президент Азербайджана. В нарушении вышеупомянутой договоренности о полном прекращении огня и всех военных действий сторонами, и того, что стороны останавливаются на занимаемых ими позициях, уже в декабре 2020 года Азербайджан незаконно оккупировал населенные пункты Нагорного Карабаха, Хацаберт и Гинтагер, а также прилегающие к ним территории. Азербайджан также осуществил аналогичную оккупацию в марте 2022 года, нарушив линию соприкосновения и вторгшись в зону ответственности миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе по направлению села Парух. Азербайджан практически ежедневно нарушает режим прекращения огня, в том числе на линии соприкосновения. Следует отметить, что при оккупации села Хацаберт в присутствии российских миротворцев Азербайджан взял в плен 66 армянских солдат, тоже в присутствии российских миротворцев. То есть обе эти акции произошли в присутствии российских миротворцев. Нарушив пункт 8 трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года, где говорится, производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Азербайджан до сих пор не вернул Армении как минимум 33 военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Далее, в пункте 6 трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года говорится, «Лачинский коридор шириной 5 километров, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации». До сих пор Лачинский коридор не полностью находится под контролем миротворческого контингента Российской Федерации, и азербайджанская армия сохраняет несколько позиций в Лачинском коридоре. В пункте 7 трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года говорится, «Внутренние перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев». Нарушение этого пункта Азербайджан препятствует въезду в Нагорный Карабах представителей Организации Объединенных Наций, в частности, управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев». В пункте 9 трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года говорится, «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской республики и Нахачеванской автономной республикой с целью организации беспрепятственного движения транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России. По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахачеванскую автономную республику с западными районами Азербайджана». Конец цитаты. Президент Азербайджана постоянно твердит, что по территории Армении должен задействоваться какой-то коридор и обвиняет Армению в невыполнении вышеуказанного пункта. Я специально процитировал 9 пункт 2-го заявления, чтобы показать очевидного. Там нет слова «коридор», ничего не сказано при «коридор». Этот пункт, как вы убедились, про разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе. И только в этом контексте упоминается транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахачеванской автономной республикой. И это сообщение является соответственно частью процесса разблокирования транспортных и экономических коммуникаций в регионе. Это также видно из трехстороннего заявления от 11 января 2021 года, которое является разъяснением 9 пункта трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года. Является документом, поясняющим значение этого пункта. Соответственно, нужно констатировать, что обвинения в адрес Армении относительно нарушения 9 пункта заявления 9 ноября 2020 года совершенно беспочвенны. По этому пункту у Армении есть только одно обязательство – обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахачеванской автономной республикой. При этом заявление 9 ноября или каком-либо ином заявлении не упоминается никакой конкретный маршрут. Республика Армения всегда была готова и сейчас готова обеспечить такое сообщение. И с этой целью в обращение введен проект решения правительства Республики Армения о создании контрольно-пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе и в результате принятия этого решения Азербайджан может получить сообщение с Нахачеванской автономной республикой по дорогам Армении. Это решение не принимается только по одной причине – Азербайджан не хочет этой дороги. Это означает, что Армения полностью выполняет свои обязательства, а Азербайджан не хочет воспользоваться представленной возможностью. При этом такой отказ абсолютно непонятен. Если Азербайджан действительно хочет мира и нацелен на мир, как сам заявляет, то давайте откроем эти контрольно-пропускные пункты, эти дороги, давайте создадим возможности для людей. Понятно, что сначала они будут колебаться, но когда они убедятся в искренности намерений, то и граждане Армении, и граждане Азербайджанской республики однозначно начнут пользоваться этой новой возможностью передвижения. Я уверен, что другие граждане России и других наших стран тоже. Что касается строительства новых дорог, то согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября до 2020 года или какому-либо другому заявлению или документу, у Республики Армении нет подобных обязательств. В девятом пункте заявления предусматривается такая возможность в случае согласования сторон. И Республика Армения готова дать свое согласие. А согласование не состоялось только по одной причине. Азербайджан продолжает агрессивную риторику и действовать вопреки достигнутым договоренностям и подписанным заявлениям. Проконкретизируя, это риторика про коридор. Вы знаете об этом. И, к сожалению, некоторые наши коллеги тоже как-то поддаются или заблуждению, или провокации, и иногда соглашаются на принятие документов, где используется вот такой вордик. Еще один нюанс. В девятом пункте говорится, что контрол за транспортным сообщением между западными районами Азербайджана и Нахачеванской автономной республики осуществляют органы пограничной безопасности ФСБ России. Этот вопрос дополнительно разъяснен в указе президента Российской Федерации номер 695 от 9 ноября 2020 года о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе, в третьем пункте которого говорится, цитирую, Федеральной службе безопасности Российской Федерации осуществляет контроль за обеспечением Республикой Армения транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской республики и Нахачеванской автономной республики для беспрепятственного движения граждан транспортных средств и грузов в обоих направлениях. То есть контроль над нашей суверенной территорией и отчуждение каких-либо наших суверенных функций речи нет и быть не может. Речь о контроле за выполнением договоренностей, при этом под договоренностями нужно понимать заявление, потому что, естественно, никаких других договоренностей быть не может. И только эту функцию может выполнять пограничная служба ФСП Российской Федерации. И я так понял, что мы об этом по дороге поговорили и поняли, что у нас по этому поводу общий подход. Президент Азербайджана обвиняет Армению еще в том, что наша армия находится в Нагорном Карабахе. Хочу еще раз подчеркнуть, в Нагорном Карабахе нет армии Армении, есть армия обороны Нагорного Карабаха. Мое восприятие заключается в том, и это факт, что армян Нагорного Карабаха есть армия, только и только из-за опасности подвергнуться геноциду. При этом 31 октября в ходе трехсторонней встречи в Сочи я представил предложение властей Нагорного Карабаха по этой теме. Создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха с международными гарантиями, в результате чего Нагорный Карабах может и не будет нуждаться в армии обороны такого масштаба. Это предложение, я как понимаю, остается в силе. Уважаемые главы государств, это лишь малая часть накопившихся тематики, которую я хотел с вами поделиться. Но не хочу злоупотреблять временем, и на данный момент хочу поблагодарить вас за внимание. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому